Я пойду в суд. За защитой своих прав. Я допускаю вполне, что есть какие-то факторы, свидетельствующие, может быть, против меня, но и за меня тоже. Как я вижу, законодательство тоже на моей стороне. Я считаю, что суд это самый цивилизованный метод решения вопросов. Но если есть хоть малейшая какая-то возможность досудебного решения, то я спросила вас о содействии. Анна Борисовна, скажите, а вам предлагали заключить договор аренды на 11 месяцев? Вчера. От спортшколы мы пришли два противоречащих друг другу предложения. Первое, то есть это в 10-дневный срок покинуть помещение и привести его в начальное состояние. И в этот же день пришло предложение о заключении договора на 11 месяцев. Да, конечно, меня этот срок совершенно не устраивает, но если, действительно, это предложение не голословное, а последует заключение договора, то, конечно же, я буду рада, но в следующем году я, значит, воспользуюсь своим правом. Ну, буду пытаться, по крайней мере, отправлять его еще. Потому что есть такое понятие срок покупаемости проекта. И, ну, то есть я его еще не достигла, то есть этой точки. И я хочу напомнить еще раз, вот из моего текста, да, письма, что я получила грант. И, ну, нет цели у государства предоставить предпринимателю денежные средства, чтобы он, ну, там, через два года закрылся. Но нет этой цели. То есть вот именно для развития, то есть дать какой-то толчок и дальше человек сам. Мы уже говорили о вложениях, это очень важно, значимые материальные ценности и о получении гранта. Вот здесь вот Ирина Александровна хотела задать уточняющий вопрос. Предпринимателю в случае какой-то вот риск возвращения денег гранта будет или нет, если вдруг не будет заключен договор? Вот что здесь, поясните, пожалуйста. Вообще вера поддержки предоставляется на осуществление предпринимательской деятельности. То есть не под конкретный адрес, а под осуществлением деятельности. И в порядке у нас прописаны в том числе, это возврат полного размера субсидий при условии, если предприниматель прекратит предпринимательскую деятельность в течение полутора лет. То есть это мониторинг у нас 23-го до 4-х годов. В случае, если предприниматель будет вести деятельность, но показатели будут не достигнуты, то там будет рассчитан штраф. То есть неполный возврат субсидий. А еще и Рио 204 850, имея на руках договор на 11 месяцев. Предприниматель несет самостоятельные риски. И в суде проекта было прописано два мероприятия. Это одно из которых организация выездной торговли на городских мероприятиях в том числе. и до оборудования уже действующего кафе. А вы знаете, это был ли блог? Да. У вас тут было? Да. На двухках поле. Ну то есть, а еще и вы же сейчас заключили еще один договор о ренте на Шахтере. Это мой сын. Это не вы. Это мой сын. Понятно. Ну там деятельность такая же и похожая. Похожая, да? Да, похожая. То оборудование, которое приобреталось в рамках грантовой поддержки, то есть оно же может использоваться в любом другом помещении. Здесь, в этой части, примечений нет. По получению вот этого гранта, ограничения. Доустроена сотрудника в вашем каком? Семейный бизнес. Нет, я не спрашиваю, какой, сколько. Нет, подождите, сколько трудоустроено? То есть вы же все равно сотрудники? Помогающие члены семьи? А это на основании каких-то законов, трудовой договор, еще что-то. Как это? Ну то есть я понимаю, в учреждении должны быть работники, сколько-то их. У вас нет наемных работников? Я еще раз сказала, что нет наемных работников, есть помогающие члены семьи. Мы когда подаем, когда это же статистические отчеты, то есть там есть графа такая. Просто мы всегда говорим, что важно, сколько трудоустроено, и важно сохранить эти места. То есть у вас ноль трудоустроено? Помогающие члены семьи. Зарплату никому не платите, ничего не платите. Ну это наш семейный.